Привет, зритель! Сегодня у меня пришёл заказ Свайдбериса. Я хотела его ещё заказать перед деревней, но как бы у меня было ограничено во времени. Я там и так задержалась в свой период. Хотела пораньше уехать, а задержалась чуть ли не на две недели. И вот я приехала, поняла, что сезон дачный, к сожалению, закончился. До меня это до сих пор никак не дойдёт. Это сейчас я случайно щёлкнула, перед тем, как ещё включить камеру и решила, что можно сейчас пощёлкать. Не, я как-нибудь запишу СМР с пощёлкиванием, а вот сейчас просто пощёлкаю. Он был вообще хорошо упакован в пакетик плёночный такой. Ну, плёночные пакетики оставила на базе. База у нас есть, по-моему, три в городе базы, плюс ещё какой-то пинг-поинт или что-то в этом вроде Ленинское шоссе, где-то там. А тут солнечный дом три, что ли, или четыре, или пять. Ну, короче, где-то в начале солнечного, недалеко от почты солнечного. И ещё есть на гражданской, и есть на часовом, на старости. Ну, короче, рядом где-то с ДК, где у меня сейчас подруга обитает со своим благоверным, то бишь с мужем гражданским. Короче говоря, на Азоне он подороже. Ну, преречненько подороже. Тут он 189 рублей мне обошёлся. Кстати, на Вайтбере сейчас, если платите онлайн, то 3% скидки вашей прибавляется. Правда, она действует только вот от 700 рублей. Я сегодня заказала пару одежды. Ну, в общем, как джинсы и брюки. Если подойдут, то, в общем, вот всё в идеале. У меня на 688 рублей следующий вот заказ вышел. И он, короче, там у меня скидка была как раз вот внезапно пробилась эти 3% за плату онлайн с карты МИР. Если у вас есть карта МИР банковская, то можете получить 3% с вашей скидки. Это что у нас такое? Это у нас пальмовый сахар, торговая марка AROIDI. По-моему, AROIDI у меня что-то уже было. Может быть, я даже в этом самом... или в пятёрке покупала, или в Ашане покупала, или в Дикси покупала когда-то что-то. Так, состав пальмовый сахар. Энергетическая ценность. 364 калории. Кстати, чуть поменьше, чем в обычном сахаре, который свекличный, и в сахаре кокосовом, из цветов кокосовой пальмы. Кстати, я раньше думала, что это, в принципе, как бы одно и то же, но всё-таки это немножко разное. Я ещё почитала, что и решила всё-таки заказать. Думала, да, действительно, разное. Как бы узнала я про это совершенно случайно, ну, может, месяца три назад. Многие знают, кто меня давно смотрит, или недавно, или вообще в курсе, что я немножко загоняюсь на какое-то странное питание. Я тут виноградный сахар покупала, который декстроза. То покупала кокосовый сахар. Ну, как бы есть обычный сахар, да, вот этот свекличный белый, который он, ну, обычный белый сахарный песок называется. И есть растяковый сахар. А есть ещё другие сахара. И вот есть ещё финиковый сахар. Я почитала, как его делать. Тоже на Озон есть, но это своя береза. На Вайтберез я не видела. Но меня что-то пока душит жаба. Там что-то 400 с чем-то рублей за 200 грамм. Я даже почитала, как его делать. Ну, несколько геморно делать. Тупо измельчённый сушёный финик. Сделано, кстати, в Таиланде. Срок годности 24 месяца. Хороший срок годности до 9 марта 2022 года. Сделан 9 марта 2020 года. Ну, мне как бы там предложили проверить. Я говорю, да вроде всё видно. Она говорит, ну а вдруг срок годности. Хотя, говорит, обычно хороший срок годности на всякий случай. Ну, в принципе, неплохой. Я считаю, что я до этого времени его кокошу. Тут 400... Сколько оно? Где грамм-то было? Граммы идите сюда. А вот вижу. 454 грамма. На Азоне можно купить, ну, допустим, за 470 две вот таких упаковочки. Это всё равно дороже выходит. Там по 235 рублей. Здесь же вышло на 189 рублей вот такая упаковочка. Я решила, что в принципе можно пока заказать одну. Потому что мало ли чё, понравится, не понравится. Куда его потом девать, если не понравится. Ну, можно, конечно, скормить полтора землякопа, которые иногда ко мне заходят. Одна давно ко мне не заходила. Слава мадаками мне, сатане женщине, ещё кому-нибудь. Сейчас процитировала саму себя из поста в Фейсбуке. Да, в Фейсбуке у меня есть страничка. Я, правда, туда... Ну, я там редко бываю. Там у меня есть, по-моему, из подписчиков только Велина из Литвы, из Вильнюса. А так-то у меня ещё полтора землякопа с лефаретников. И ещё какие-то люди, с которыми мы в Реале уже давно не общаемся. Именно в Реале и познакомились. С кем-то училась, с кем-то просто познакомилась ещё когда-то. Итак, кто-то. Короче, оно выглядит как прянички. Хоть я читала отзывы, что практически у всех упаковка вскрыта. Офигеть! Кто-то, видать, принял, отказался, вернул, открыл. Вот вам. Ну, у меня всё закрыто, всё хорошо тут. И вот этот сахар, его называют как прянички на ладошку. Можно взять, я, кстати, сейчас открою на ладошку, если получится. Нормально открывается. Пахнет, кстати, интересно так. Что-то такое знакомое напоминает. Ну, и как бы сахаром чуть-чуть напоминает вот этот кокосовый сахар, сахар кокосовой пальмы. Но есть что-то такое. Вот друзья, когда ко мне приходили, у меня была маленькая проблема сантехническая. И муж моей подруги как раз вот помогал мне. Я их угостила этим сахаром. Они, конечно, не прониклись особо. Но тут немножко отдают карамелью. Да, вот это вот сахар такой вот. Как у нас бывает кусковой обычный сахар. А тут вот такими вот пряничками. Ну, обычно привыкли, что прянички вот такие. Тазик перевернутый. Не знаю, как назвать. В общем, вот. И я сейчас не буду его пробовать. Просто, честно, не хочу есть внезапно. Я вообще как-то стала мало есть. Редко, но метко. Ну, в смысле, часто, по чуть-чуть. Не всегда часто. Иногда и редко. Я к тому, что вот состав, в смысле этот состав, не состав. Срок годности тут вполне нормальный. Хоть сейчас в сентябре. Это на полгода, можно сказать, просрочно. Ну, как бы прошло полгода, как его привезли. Но осталось ещё, в принципе, полтора года. Нормально это вообще. И почему я решила заказать одну коробочку. Как бы тростник арахиевый, блин. Как его звать там? Кокосовый сахар. У меня там 250 шиллиграмм пакетик. Его вполне надолго хватает. Я его только в какие-то свои десерты добавляю. Самопальная там шоколада по большей части. Ещё вкусно, кстати, сахар кокосовой пальмы добавлять в молоко. Тёпленькое. Он меняет цвет, если его размешать. Вкус такой интересный становится. И с козьим молоком смешиваю. С коровьим молоком, покупным обычным. Козьи я просто покупаю, как бы, можно сказать, у фермерши. Ну, у сельского хозяйства. В выдрах, короче, в деревне. Ну, из частного дома. Этот, я не знаю, можно его там как добавлять. Если, кстати, вы кто поймал и сахар пользовались, дайте знать в комменты, может, куда-то что-то с ними делаете. С ним делали такое интересное. Но я вот чисто, чтобы, может, какой десерт досунуть. Может, просто попробовать с чаем. Вот вчера мне что-то грустнулось. У нас был такой дикий дубак в деревне. В чём плюс? Там как бы печку можно потопить. И в те же 17, даже 16 градусов. Ну, как бы нормально. 16-17 градусов в деревянном доме. Это нормально, это тепло. Даже если на улице плюс 9, допустим. Тут, видимо, всё-таки от каменных стен, каменные стены от дерева отличаются всё же. Короче, тут вот 17, сейчас у меня 18 градусов. Сегодня, в принципе, на улице потепление. Но вчера как-то холодно было. Так как замёрзшая была. В 4 утра только сподобилась улечь спать. И я сделала себе чая с ложечкой такой этого сахара. Думала, вот так вот можно вместо десерта какого-нибудь. Ну, конечно, если вы хотите сошвать целиком эту штучку, то, мне кажется, её можно так по чуть-чуть грызть. В общем, вот такая у меня покупка на Вайтберис. Опять напомню, 189 рублей за 454 грамм коробочку. Тут 8 пряничков хватит. Я думаю, очень даже надолго, если добавлять какие-то десерты, там, с чаем или просто пить. Ну, куда-то ещё в кашу, ещё что-нибудь. И он дешевле, чем на зон. Ну, пахнет обалденно. Не знаю, как передать, но очень вкусно. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok